Еще совсем недавно город над Богом буквально сверкал огнями иллюминации новогодних украшений. Руководители предприятий, организаций и учреждений Ленинского района постарались сделать улицы Бреста максимально привлекательными и праздничными. И судя по итогам голосования, им это удалось. Я должен сказать, что такой конкурс проводили мы в декабре, объявили и проводили впервые. Проводили мы конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление объектов и территорий. Но выбирали не мы, выбирали сегодня наши жители, потому что результаты этого конкурса подводились по результатам интернет-голосования. Победителем в конкурсе стала композиция в виде упряжки с оленем возле торгового дома «Миллионные». Световая скульптура просто притягивала к себе взгляды брещан и гостей города Надбуга. Всего несколькими голосами торговому дому уступил Брест Горсвет, оформив Брестский академический театр драмы и заняв в конкурсе почетное второе место. В списке лидеров за новогоднее оформление оказался и филиал «Белотелекома». Многие конкурсанты были отмечены грамотами и благодарностями, ведь их идеи порадовали немалое количество людей и создали по-настоящему праздничный антураж. Трасса западного обхода выходит своим створом непосредственно на территорию нашего склада хранения нефтепродуктов. И очень удачно пришла в голову идея разместить прямо в створе этого обхода новогоднюю красивую елочку. И вот мы как бы с помощью специалистов, которые занимаются такого рода работами, это мероприятие реализовали и, мне кажется, жители города отметили и оценили наши усилия, что они прошли не зря. Всего на конкурс были представлены в электронном виде фотографии праздничного новогоднего оформления 25 предприятий, организации и учреждений Ленинского района города. Немало положительных отзывов получил Брестский ЦУМ, Брестское отделение торгово-промышленной палаты, филиал республиканского унитарного предприятия «Белпочта», Национальный банк, гостиница «Эрмитаж». Конкурсанты старались привлечь как можно большее количество людей к предметам своего творчества и намерены развиваться в этом направлении дальше. Я сам живу в этом районе и, конечно, хотелось бы, чтобы люди могли найти место, где действительно провести время, потому что приходилось людям ездить в город, ближайшая у нас елка была, это на Машенского, поэтому в этом году мы решили, ну не только я, а и другие предприятия, в настоящее время это четыре, которые собрались для того, чтобы сделать эту елку, и решили установить эту елку у нас в задборцах. По отзывам людей мы поняли, что это людям понравилось, надеюсь, что в следующем году она будет еще лучше, и, наверное, подключатся и другие, потому что у нас там предприятий много, промышленный район, сделаем еще более красиво. Организаторы конкурса уверены, что в следующем году творческое состязание соберет еще большее количество инициативных участников, чьи идеи удивят и приятно порадуют горожан. Субтитры создавал DimaTorzok